Привет, мальчики, привет, девочки, мужчины и женщины, бабушки и дедушки. Все собрались, чтобы посмотреть этот видос со всего интернета. Мы сходим с ума, мы откровенно вам в этом признаемся, и будем сходить с ума дальше, но уже вместе с вами. Смотрим «Чародейки», вторую серию. Мы не будем вообще ничего говорить, потому что нам в комментариях сказали, просто сидите и смотрите мультик. Мы сегодня вообще ничего не будем комментировать, мы просто будем все у него смотреть. Я вам соврал. Началось. О, заметили, кстати? Это я специально для вас бесплатно скачал 4К-версию. Ну что там? Ты можешь по-нормальному говорить? Вот странный чувак, да? Все время орет. Он подползает, ему задает... И так ему неудобно ползать, он вот так вот ползает. Ему просто больно, прикинь? Прикинь, ты на животе просто передвигаешься. Ему просто... Я хочу ходить! Мне приходится ползать. О, кстати, смотри, у него окрас такой камуфляжный, он военный. Их главарь схвачен. Но у портала меня ждали стражницы. Стражницы? Ветхие развалины, Седрик. Я рассмотрел их, мой князь. Они юные девушки. То есть... Кристалл отныне у нового поколения. Это может осложнить поиски моей сестры. А найти ее необходимо, если я хочу сохранить власть. А-а-а! Я забыла сюжет. Сестра его, наверное, да? Вот та самая последняя избранная на земле. Ты думаешь, ты думаешь, я понимаю, о чем идет речь? Я даже не знаю, кто его сестра. Я очень плохо помню сюжет, реально. Я свою сестру иногда забываю. А здесь за его сестру еще придется следить. Вот бунтовщик, князь Фобос. Назови имена всех изменников и мятежников, кого знаешь. Не скажу ни слова. Яма отучит тебя от упрямства. Друзья. Какое классное качество. Все заценили? Не знаю, мне нравится. Но сейчас вообще по-другому начинается. Я заметила разницу, реально. Правда? Я вообще вот такие моменты не замечаю. А я графодрочаю, я все время смотрю. Мне же надо, чтобы все четенько было. Ах, а тот паренек. Интересно, кто он? Меня больше тревожит, что с нами могли сделать. Ведь нам полагается гонять отсюда таких монстров. Не пойдет. Я слишком красива для роли змеиной закуски. Завтра съемка класса. Уже выбрали, прикид? Что? Какие глупости. Зато Корнелия готовилась к съемке с детского сада. Я Корнелия, реально. Вот для меня всегда съемка класса. Что-нибудь вот такое, какое-то мероприятие. Это было самое важное событие. Мне нужно было одеться, прихорошиться. Я это все планировала, к этому готовилась. Не знаю. Ну ладно, ты Корнелия. Хорошо, ладно, ты Корнелия. А почему нет? А кто я, по-твоему, Ирма? Ты все время хочешь быть бич, но у тебя не получается. Ты же не бич. Нет, я не бич, но, блин, но вот эти качества, они совпадают очень сильно. Ну, может быть, только один я не разглядел. Слушай, с каждым разом основания все тоньше и тоньше становятся. Правда. Мы купили вон. Да, да, да. Два гнома. 300 стражников из одного чела. Стой! Это так и стоит. Ну просто, потому что так надо стоять. Ну, то есть, ладно, хорошо. Его просто, ладно, там выпрямится 2 секунды. Ну ладно, ладно, все, мультик. Я не придираюсь, просто забавно. Ну ладно, я реально на полном серьезе думал, что он сейчас сбежит. Саш. Я очень счастлив, что этого не произошло. Ого, какая грубо поделиться. А, он сейчас там... В болоте. Блонг, не красть, меняться. Крыса на хлеб. Хороший обмен. Блонг, катарбандист? Бизнесмен. Не за тем я боролся, чтобы сгнить в яме с говорящим огурцом. Огурец! Я видел стражниц. Боюсь, помощи придется ждать долго. Надо выбираться самому. И он так говорит. Это типа, что стражниц, а стражниц вообще надежды нет. Надо самому, я их увидела. Ну, он видно, что они зелененькие, ничего не умеют. Ну, конечно, они даже не смогли закрыть портал, спасти его. И выбраться, правда? Мне нравится этот чувак. Да, он прикольный. Кайфовый. Уже начинает с ума сходить, как мы. Просто, чтобы вы понимали, мы слегка на нервах. У нас все плывет. Мы сходим с ума. И мы тоже скоро будем разговаривать с черепушками. Вспешен. Я бывал и в худших переделках. Если не учитывать запах. Высоко. Нет, не выйдет. А ты пробовал? Три тысячи семьсот раз. Лопать. А я не собираюсь задерживаться до обеля. Его не удивило, что у него ключи появились. Так, мне кажется, специально подкинули ему ключ. Слушай, а вот этот орк, или как он называется? Который ключ положил? Да, синего цвета. Кем он приходится? Он там подслуживает? Это какой-то новый персонаж. Он той же расы, что его друг, который в самом начале атаковал этот замок. Князь Фобос, мы нашли один портал. Приведи мне эту девчонку. Ого, хороший портрет. Неплохо. Вот всё время, знаешь, они такие... Я нашёл эту девчонку, и там конкретно просто её лицо. Да, прям вот такой, как будто нафоткалась. Да, а вдруг... Так с паспорта берут, мне кажется. Вдруг просто... Ведь девочки такие же люди, как и мы все. Ну, в какой-то момент она в душе. Или сидит просто на толкании, думает. И вот сейчас Фобос, я нашёл её. Берут с паспорта, говорю же. Это реально так, я не шучу. И когда отправляемся? Сейчас? Хэйли, не гони коней. Можно спасти вождя повстанцев и после фотосъёмки, верно? Пусть я трусиха, но для школьной фотографии я хотела бы сберечь лицо. Да ну её фотографию. Плевать, как я выгляжу. Мне важнее, кто я есть. Давайте вместе отправимся в Меридиан. Кстати, там, может, есть симпатичные парни. Вроде того, которого утащил змей. Я не против вылазки, но какая от нас помощь? Облить водой и осыпать мусором? Вот потренируемся завтра. Тарань, разве ты не идёшь домой? Сегодня папа готовит. Так что пойду из Кырми. Увидимся, Вилл. У них такие суперспособности. Они теперь полностью в другой парадигме живут. У них есть крылья и крутые, классные костюмы. Да, и возможности. И они вообще не тренируются. Ну, то есть сегодня идеальный день для того, чтобы ещё... Так фотосессия, они хотят себя покалечить. Это очень разумно. Это разумно. Ладно, ладно. Хорошо, у меня просто другие ценности. А вдруг она себе пол лица сожжёт? Вполне может быть, ты права. Лучше не рисковать. Они всё плохо контролируют твои силы. Лучше не рисковать. Лучше быть как девочки из H2O. Лучше сфоткаться. Так ты правда не станешь наряжаться для фото? Конечно. И вообще, после сбора в Корнелии в мире не останется ни тряпок, ни косметики. Ирма забавная. Это же Ирма, да, скорее всего сказала? Я заметила, что она чаще всего шутит. Ладно, может быть ирма. И Корнелия тоже подстёбывает, они обе в основном. Но Корнелия, она скорее язвит, чем шутит. Ого! Она типа пропала? Её утащили в тот мир. Блин, так это чё, портал просто может открыться в любом месте? Какой же палевный портал? Он же может открыть... Они всегда в подворотнях открываются. Не, мне кажется, это они сами выбирают место. Они же её нашли, и типа портал открылся там, где она. И они её затащили. Тот его прислужник, который... Он сказал, что нашёлся ещё один портал. Ну вот, типа, возможности открыть портал. Это как, наверное, это как в «Однажды в сказке». Там были бобы, с помощью которых открывались порталы. Ага, спасибо за спойлер. Это не спойлер! Ах, лицемерки! Почему? Ещё спрашиваешь? Плевать, как я выгляжу! Мне важнее, кто я есть! А туфли? Собираешься в изумрудный город? Ну, туфельки, правда, отстой. Да нет, классно. Очень хорошо сочетается с её платьюшком. Розовый, ролл, ролл. По цвету нормально, но всё равно. Но сейчас они бы зашли. Вообще, они очень классно одеваются всё равно. То есть, у них, да, с заниженной посадкой... Но это модно было какое-то год. Это и сейчас будет модно. В 2000, сейчас уже не до моды. Сейчас модно всё, что не из белорусского трикотажа. Мы хорошо относимся к белорусскому трикотажу. Сейчас модно всё то, что... Блин, мы реально будем отставать от моды. От какой моды? Мы будем мешковины вот так вот... Я тебе говорю, у нас... Одеваться. И мы будем отставать. Ну, либо российские бренды будут как-то... Что будет как-то? Фамилия забьётся новой вот прямотечественной фамилией. Но фамилия это вообще не российский бренд. Конечно, конечно. Я имею в виду какой-нибудь Остин, Глория Джинс. Нормально. Нормально. Это всё что? Ненормально. Сама в старье. Так я и не отрицала. А вот идёт кто-то, кого укачивает на шпильках. Это твоя пелерина? Это рюкзак Вилл. Нашла его на обочине. Странно всё это. Может, и бронила? И не заметила? Китаяночка очень милая. Да, Халин. Мне очень нравится. Её Халин зовут? Халин, да. Такая-то очень, правда, очень милая и приятная рисовка. Сижу, кайфую. Особенно в хорошем качестве, которое я нашёл в интернете. Пожалуйста, хвалите меня. Скажи, где сердце Кондакара? Я ничего не знаю. Мы должны спасти её. Ты серьёзно? Хочешь прогулять день съёмок? Ты что? Нет, серьёзно. Настолько важная история. Я Корнелю понимаю. Ты серьёзно? Твою подругу там сейчас вот-вот в подворотне? У них нет ещё какой-то близкой связи. Она новенькая, во-первых. Во-вторых, это все остальные с ней сюсюкаются. Корнелия вообще всё равно на неё. Они пока что не подруги. То, что их объединяет какая-то магическая сила, ещё не делает их подругами. Напомните мне, почему Корнелия не мразь? А почему она мразь? Я вот не понимаю. Там человек умирает. Может, нет. Может, да. Может, ей нравится. Ну, а может, я умру. Вот мы сейчас пойдём её спасать, и там вот этот Фобос, не Фобос, он нас всех порешает. Мне это надо, как ты считаешь? Знаешь что, ты права. Мёртвый я уже никому не помогу. Знаешь что, ты права. Ты права. Ты права. В следующий раз, когда меня в плюще вот так вот будут Фобосы всякие окружать, я не буду рассчитывать на твою помощь. А что, кто это вообще? Что это за ноу-нэм такой? У нас с тобой всё-таки как-то что-то... Что-то как ты прям сразу же меня там и оставишь. Нет, тебя не оставишь. Ведь силы зла похитили, Вилл. Кто тебе сказал? И мы не в курсе, где её искать. Мы не в курсе. Кристалл, похоже, знает. Какая она миленькая. А зачем они пригнулись? Потому что видно... А, из окна. Из окна виден этот шарик. Привлекает внимание. Просто когда они им размахивают, он светится и издаёт магические звуки. Это непалевно. А вот так палевно. Да. Здесь не очень приятно находиться. Так вот где хранится вся грязь мира. Что к нам залетело? Что? Что? К нам что-то залетело. Летающий таракан. Убей. А что сразу убей? Ты что-то сделал? Он прилетел искать себе подробно. О, она сидит на стене. Убей. Да почему сразу убей-то хоть? Почему убивать-то? Да в кадре некрасиво. Одуреть. А если здесь ещё один человек рядом с нами сядет? Он такой, он не смотрится. Зарежь его, Саша. Ну, типа... Так, Вилл за этой стеной подвала? Сумасшедший дом. Пока она не наденет кристалл, мы бестельны. Мы идём на поводу у Кулона спасать новенькую ученицу. Ты ведь знаешь её имя Вилл, и она в опасности. А в прошлом году я была новенькой. Она мне очень нравится. Ты можешь не идти, если не хочешь. Ах, ну ладно, все набросились, но первой я не пойду. Пойди последней, трушу. Я пойду последней. Тогда к тебе просьба. Какая именно? Толкнёшь? Я с радостью. Ну, обычный человеческий страх. Нет, всё нормально, нормально. Мне правда нравится мультик. Серьёзно. Я бы тоже боялась. Я серьёзно, мне правда нравится мультик. Они очень красивые, они очень милые, они очень интересные. Они живые и настоящие, правда. Я им верю, я верю. И их ошибки, они... Объясни ему. Да. Доверюсь тебе. Верить в план, да? Ставь сюда лапу. Или копыта, или что у тебя. На счёт три прыгай как можно выше. Я потолкну. А потом... Развивай! Слушай, спустишь мне верёвку. Это чудный план. Нет, паршивый план. Но если ты меня предашь, здесь хоть дышать станет легче. Раз, два, три! Нифига себе он сильный. Сколько этот гоблин весит? Подожди, стой. Ну вот этот... Крограмм двадцать. Он весит как маленький ребёнок. Пятилетний. Сколько весит пятилетний ребёнок? Килограмм десять, двадцать. Двадцать килограмм. Гирю двадцатикилограммовую. Плюс ещё вес цепи. Гланд, прости. Попробуем ещё раз. Угадала, стражница завесы. Будешь гнить в яре с главён бедежника. Что? Это же бестакно скидывать девушку в мужской коллектив. Ну да, там же об этом сейчас заботятся, чтобы раздельный туалет им сделать, раздельный, блин, общашку. Я считаю, что это неправильно. Как вы считаете? Ты тот вчерашний парнишка? Надеюсь, ты не стражница завесы. Что, постарше не нашлось? Так ты, вождь повстанцев, которого нужно спасать? Ты что, бунтуешь против тихого часа в яслях? Так прикольно стоит. Ножки сломались сегодня, держу. Кетка, мне уже пятнадцать. Но неважно, доставай кристалл и уходим от... Ничего себе, он для пятнадцатилетнего очень сильный и зрелый, ты не находишь? Да, очень-очень-очень нахожу. А кристалла у меня нет. Так ты потеряла кристалл? Ловить её, не ловить бланк. Он безобидный, надеюсь, контрабандист. Скорей, импортер. Ха, я ошиблась, пойду последний. Нет, ты права, надо толкнуть. Они же никогда не знают, что на другой стороне. Конечно. Да это же просто риск безумный. А вдруг там отвесная скала? И мы будем осуждать Корнелию? Нет, не будем. Ах, какая гадость! Ну ты и выпучилась, прямо как лягушка. Тихо. Не галдите так, а то все злодеи слетятся. Кристалл не действует. Эй, выйдем на сухое место. Мне надоело, что мне командуют. Фу, да уж, водные процедуры. Ха-ха-ха. Корнелия, не смотри вниз. Мы же не над пропастью. Верно. Верно, но если увидишь свое отражение, сойдешь с ума. Да ладно, Ирма очень смешная. Не, классный юмор. Мне правда нравится. Шуточки прикольные. Такие храбрые девочки. Ты по болоту идешь. Приключения. Которые в любой момент могут тебе... Все что угодно может тебя убить. Не, я как ссыкло, я заявляю, я бы не пошла. Я бы такая... Прикинь, когда... Я даже на лёд, вот помнишь? На лёд боялась встать. Мы пошли с ней кататься на лёд, это правда. И она простояла у бортика вот так вот. Нет, я не про этот раз. Она Рубина Бортнич. Я не про этот, я не про тот раз, а про этот, когда мы пошли на лёд, реку переходить замёрзшую. А, про это. Вообще дураки. Там река Ака замёрзшая. И вот Саша, и ещё один Саша, решили поройтись по ней. И она стояла у... Саша, откуда ты идёшь? Ты сдохнешь, мы будем снимать реакцию, мы не будем снимать реакцию. Я на полном серьёзе говорю. А я на полном серьёзе. Она с ума сходу. А там лёд вот такой вот, вот такой. Ну, то есть, не провалишься. Откуда ты знаешь, что он такой? Может, он такой? Если бы он треснул, да. А я считала на полном серьёзе, что лёд треснет. И он всё, никто не спасёт. Я не спасу. Я в воду не полезу, потому что я плавать не умею. Да ты бы не успела, там очень далеко. Вот именно. Да ладно, под водой, может, лучше, чем над водой. Если ты, блин, из H2O, может быть. Но мы не узнаем, пока не попробовали. Ты лишила меня это по удовольствию. Может, там был лунный бассейн. Да, да. Лунная прорубь. Да, ледяной бассейн. Смотри, всё очень просто. Встаёшь мне на плечи, потом он забирается на твои. Пока он не примет ванну и не мечтает. Девчонки, мне нужна верёвка, нужно оружие. А что у меня есть? Коротышка с Гонором. Эй, я стражница завесы, дружок. А ты просто крендель в подполе. И я делать лезть не буду. Больно. Ты чё-нибудь поняла? Ну, он не будет больше лезть, ему больно падать. Ага. Спасибо. Ты прям... Это твой язык. Ты переводчик. С гоблинского. У меня, вообще-то, реально диплом переводчика. Ну, не с гоблинского. Прикольно. Ну, поскольку это мой профиль, я всё понимаю. А знаете ещё прикол? Я же, ну, типа, армянка и знаю армянский. Каждый раз, когда мы идём по улице, и Саша слышит какую-то речь нерусскую, типа узбекскую, таджикскую. Он такой, переведи. А я напоминаю, что знаю только армянский. Ну, ты переводишь. Ну, ты, блин, спрашиваешь, когда люди говорят по-киргизски, блин. Или ещё по какому-то языку. Вы же все родственные языки. Все родственные, одинаково, непонятные. Нет, это тюркское семейство языков, а армянский вообще ни под какую из этих семей не подпадает. Ой, вот этот прикол, армянки такие особенные. И тут у них, и язык у них особенный. И первыми они приняли христианство в 301 году. И вообще мы... Я что, виновата, что вы особенные? Всё-всё, вы особенные. Это же не я придумала. Это языковеды, языка, лингвисты сидели, и все языки под категории записывали, под семейство. Романские языки, тюркские. А кто их составлял? Армяне такие? Нет. Ну, а мы никуда? Разные лингвисты. И все решили, что армяне особенные. И все решили, что армянский язык просто подпадает под индоевропейскую, вот эту индоевропейский язык. Ты особенная, ладно? Я не говорила! Я разве сказала, что я особенная? Я просто поясняю ему за лингвистику. Когда-нибудь... Поясняю ему факты. А он говорит, ты особенная. Когда-нибудь Кристалл призовет тебя в портал, и ты обратно. Добро пожаловать в уникирево. Смотрите, рыбки! Ага. Твой линг! Как зовут того злодея, который Фобосу прислуживает? Не знаю. Змей и змеец. Змей. Это они все очень похожи. Змейносец. Возможно, они родственники. Вы знали, что есть такой знак зодиака, 13-й? Змейносец. Серьезно. Я знал, что есть 13-й знак. Но разве он змейносец? Змейносец называется. Ясно? Вплавь не пробуем. У меня возникла идея. Не удивляйтесь. Ну ты даешь! Я первая! Держитесь крепче! Слушай, а они не могут превратиться в волшебных феечек? Нет, без стой не могут. Слушай, это отстой. То есть их можно всех по одной отловить и попереубивать. Они же не живут под одной крышей. Ну то есть камнем управляет вилл, насколько я помню. Ну смотри, подожди, это реально... Как правильно говорить? Уилл или Вилл? Мне кажется, Вилл, потому что Вильма. Нет? Не знаю. Вилл. Смотри, реально, их же можно... Если они соединяются в каком-то едином порыве и превращаются в феечек, то тогда их можно отловить всех поодиночку и попереубивать. Достаточно их просто разделить. Они не могут воспользоваться своей прям силой, прям в ипостаси. Нет, силой они могут... Ну да, 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 но не на полную мощь. Не для того, чтобы противостоять космическим угрозам. Отпад! Ого! Сердце Кандакара, оно здесь, у других стражниц. Блин, ему самому не надоело превращаться? Это очень утомительно. Я тебе говорю, он орёт от того, что... Как меня это задолбало! Это то же самое каждый раз, когда ты на работу идёшь. Не хочу! Но надо! Для обеда самый раз! Ха-ха-ха-ха! Крюч! Фу, теперь лицо в паутине! Ладно, морско. Ты чё, волнуешься? Нет. Блин, и сейчас они тоже в яму попадут. Отлично! Фил! Файлин! Я сижу здесь! Держись! Стражницы! К бою! Она поймала? Ух ты! Тарани, посвети! Ой, извини! Ждите! Это спасение! Пленникам быть безопасней! Получилось! Здорово! Мы снова вместе! Вы правда мои друзья! Блин, ну вы в проблемке, да? Нет, не ощущаешь, что она, типа, очень жаждет дружбы. Ну, не то, что у неё проблемы. То есть, она очень прям хочет дружиться. Она опережается. Вы уже друзья! Мы уже подружились! Как классно, что мы друзья! Мне кажется, она наоборот рада, что у них появилась сила, потому что это их объединяет как друзей, и теперь на этой почве они будут чаще общаться, больше видеться, больше разговаривать, дружить вообще. А по факту они пошли за ней, потому что у них чувство вины, чтобы, ну, типа, не брать грех на душу, мы человека там умирать оставили. Ну, по крайней мере, не все из них прям были. Ну, какие-то ещё были есть... Да я не говорю, что девочки не считают её подругой. Просто для девочек это как будто не так важно, потому что они есть друг у друга. Ну, как бы, у них уже компашка сформированная. А Вилл больше как-то, ну, типа, новенькая. Она говорит, саппорт, она нужна для того, чтобы только завестись. Хочу-хочу-хочу-хочу с вами дружить. Мне кажется, у каждого в жизни такое было. Детка! Что вы там копаетесь? Верно! Корнелия, Таррин, вы прикрываете! Хайлин, ты ищи выход! Огонь! Они же все погибают. Вот я думаю, вот у этих орков, у них, наверное, тоже есть своя семья. И он такой, мне надо идти и зарабатывать. И он идёт на работу. А у него маленький ребёнок. Орк, да, и жена, которая... Она почему-то в той же тонике с ним разговаривает. Ну, орки, что с них взять? И вот у него своя, понимаешь, жизнь, своя драма. И вот он на службе, потому что это единственный, кто хотя бы хоть что-то платит. Там ужасная, отвратительная экономика в этой стране. Они вынуждены воевать. И приходят феечки, которые всех просто бомбят, разоряют семьи. Только потому, что они выполняют какую-то задачу, которую они даже не хотят. Которую до конца даже не объясняют. Да, они вообще не понимают, за что они воюют. Им вообще плевать. Может, все бабка наврала. Сидит внизу. Боюсь, нам его не вытащить. Тяжёл и болтлив неимоверно. Есть один способ. Вода! Они ведь могут утонуть, а не всплыть. Да, никто не спросил. Ребята, вы плавать вообще умеете? Прикинь. А, так они не умеют плавать. Блин. Не было времени об этом спросить. Вот отстой. Кто-то умеет плавать, девочки. Кто-то умеет. Никто не умеет. Блин. Но он был красивый. Но он не единственный, наверное. Наконец-то! Отцепись! Мы выбрали! Это же он! А с ним кто? Стражники отступили, но боюсь ненадолго. Что за дрянь? Тут такие клёвые парни. Там всякие ходы. В зал я нашла классный лабиринт. В смысле, было бы классно, если бы за нами не гнались. Эй! Так змей тебя не съел? Хватай бланк. Бланк знает туннель. Тайный выход. А он миленький. Блин, мне их так жалко. Орка? Да. У них глаза грустные. Они не злые. Они грустные. Ну ты посмотри, они просто... Или дома вот так вот, или за кем-то хотя бы гонятся. Блин, как больно. Я чувствую себя орком, которые всё это время на работу, с работой. Я такой не могу, я орк. Земля! Смотри, они, смотри. Блин, шалко. Туннель нам туда! Это какая-то мини-обезумевшая версия гоблина из «Зластелина колец». Типа этого. Голлума. Голлума, да. Брутья! Нет! Что, на рёт всё время? Ну у него какая-то реально внутренняя проблема. Он пытается как-то агрессию. Геморрой. У змеи есть геморрой? А где у змеи попка? Или у него мозоль просто на животе. А где у змеи попка? У него нет попки. А что, всё, в них копятся всю жизнь? Они едят, куда они девают это. Они насквозь? Там с другой стороны просто? Или там где-то чуть-чуть под хвостиком? Где там Клавка? Под хвостиком, наверное. А может, на конце хвостика это и есть? Нет. Там где они... Ну, я не знаю. Блин, я никогда не задавался этим вопросом. Я тоже. Это интересно. Как он сидит на толчке? Он может хвост окунуть в толкан и просто... Это же удобно. Нет, мне кажется, у него просто мозоль на животе. Из-за того, что он постоянно... И он орёт каждый раз. Все назад! Вот и доверяй контрабандистам. Я Абдрик. А ты кто у нас? Предводитель повстанцев. Ты вождь повстанцев? Постараюсь его задержать. Нет, ведь ты погибнешь. Защита за вес важней жизни одного бойца. Я не представился. Меня зовут Калик. И мне 15. Я супер на максимальных понтах. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Как ты думаешь, он будет с кем-то из них мучить? С этим, с губленным, с этим маленьким. Симпатичный, верно? Эй, смеёныш! Прикольно. А это интересно. Можно? Ну прям основываясь. Она же что? Она берёт, сжимает кислород вокруг и направляет его по струе. Автоген работает по такому же принципу. Но там замешивается водород. Она просто сожгла. Ладно, извини. Я спасу Калик. Нет. Я не пара лучше тебя. Даже куры летают павловше, чем ты. Будь осторожна. Ну давай, я из тебя чемодан сделаю. Где вставим молнию? Где вставим молнию? Он тоже задаётся этими вопросами. И мы оба не понимаем. Мы не понимаем. Блин, мне нравится, что здесь реально злодеи убивают. Они сидят по полчаса. Ща умрёшь. Даю последнее слово. Да, взял хвостом. На, пошёл вниз. Вперёд. До свидания. Ну ты шо, нарёт? Это, конечно, ладно. Сюрприз. Ох, ты тяжёлый. А у тебя есть подружка? А где же может порваться? Мне понравился Торнелии. Прикольно. Она такая, с позиции дружбы такой. Моей подружке понравилась? Давай поговорим об этом. Прикинь, он им всем нравится. Да, я не так. И они будут, ну, гроздись за него. Ну, он единственный парень в компании. Он по-любому будет нравиться больше, чем одной девочке. Я тебе говорю, это специальный жанр. Это в аниме. Возможно, ты с аниме плохо знакома, но японцы вывели жанр. Называется Гаремник, где есть главный герой, с которым, ну, в основном мужская аудитория, которая смотрит это аниме, себя отождествляет. И там они какую-то базовую роль выполняют, главную, мужскую. А все остальные, как бы, ну, саппорт. Девочки? Да, 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 да. И это классический Гаремник, только... Только они здесь главные. Только они здесь главные. Где Гаремник? Прости! А что вы тупите быстрее в портал? Так он же наверху. Портал за ним, а не против. Да, но чувак-то этот, я не помню, выл его зовут или как выл его? Тоже выл его зовут? Нет, Калиб. Калиб, Калиб, его зовут Калиб. Он же наверху, на башке этого чудоища. Хочу отдельно похвалить дизайн персонажей. Потрясающие злодеи. Прикинь, как круто было бы, если бы их перенесли во вселенную God of War. Ну, я не смотрела, что это... Это игра? Ну, да. Или Титан Колосс. Ого, у него нога одна большая, другая маленькая. Я говорю, обалденный дизайн. Семья! Да, летите в... Очень странные ребята. Да, я тебе говорил, что портал режет все, откуда попадет. Да, я не знала. Я лучше разбираюсь в порталах, чем ты. Хорошо. Семь лет уже по порталам гоняю. Вы верите, что мы справились? Это полный улет. Что значит команда? Пока еще не очень. Знаешь, мы перелетали ров, а Корнелик околоманется в стену. Бам! Какие опасности в этом мире? Школьная еда. Это везде, видимо, актуально. Видимо, слушай, для каждой страны просто школьная еда это говно. Да, да. Просто мера говна везде разная. Да, да. Возможная школьная еда для нас. Сейчас бы ее поесть бы. Вот так приключения! Слушай, такой же был угловой кафе-ресторанчик. Кажется, он называется Город Героев. Помнишь? Нет. А мультик был Город Героев. Город Героев, помню, там, где роботы, да? Ну, типа того. Робот, да. Помнишь, такой большой говно? Да, да, беленький. Да, да, да. Помнишь, там тоже был угловая кафешечка такая же? Нет. Не помню. Но мне нравится эта эстетика. Мы поражались и спаслись. Только зеленый чудик удрал в канализацию. Думаешь, он там освоится? Если чудик всплывет в нашей раздевалке, то я сменю школу. Но было прикольно. Смотрите, во что сложились наши инициалы. Ведьма! Главное, что монстру не досталась наша новая подруга Вилл. Видишь, постепенно всё объясняется, почему так сериал называется. Кайф, мне всё нравится. Я же говорю, неправильно перевели. Даже в самом сериале говорят о том, что... Ну, ведьма. Ведьма звучит как-то позловеще, потому что, ещё раз, у нас у слова ведьмы контекст злой. Типа что-то злое. Ну, негативная коннотация, да. А чародейки, о, чародейки такие. Ту-ту-ту-ту. Чародейка что-то такое, да, играючи. Что-то да, чародейка и глибая. Но князю Фобосу не нужна Вилл. Что интересно? Лишь её сила. Боюсь он повторить попытку. Битва ещё предстоит. А чё, бабка прям зловещая какая-то. Ещё предстоит. Не все выживут. Наконец-то. Этих девочек я отправила на смерть. Уже пятая пачка за сезон. Серьёзно? Так быстро? Так быстро серии идут? Вообще, возможно, в будущем мы будем смотреть по две серии за раз. Нас очень многие просили так сделать. И, возможно, мы над этим подумаем. Потому что, вот мне сейчас хочется смотреть продолжение. Мы, к сожалению, по времени уже не можем. Но я бы сейчас с удовольствием посмотрела бы. Не, надо отдельно делать, потому что мы вдыхаемся. Да, ребятки, тоже вопрос по поводу того, чтобы делать сразу. Не знаю. Если вам это понравилось и вы хотите дальше, дайте нам знать, продолжать или не продолжать. Подписывайтесь. Нам нравится, когда вы подписываетесь. Каждый раз, когда мы заходим в творческую студию и видим, что количество приятных девочек и мальчиков растёт, мы просто вне себя от восторга, потому что от этого зависит на кайф.